Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2009 года выпуска Двигатель 3 литра турбодизель Автомат полный привод Пробег на автомобиле 415 тысяч километров Заменю на нем ремень ТНВД Открываю капот Снимаю крышку двигателя И начинаю добираться Единственный нюанс Здесь я всего показать не смогу Буду показывать частями Камеру настроить именно туда не получится А ремень ТНВД находится вот там За головкой и за ТНВД Сзади крышка Надо будет снять крышку И потом уже через зеркало все делать остальное И еще тот момент Что на 3 литровом двигателе ТНВД и шкив распредвала Выставляется по меткам Если на 2,7 меток не надо Просто как снял так и накинул ремень Без разницы А здесь надо совместить метки Метки указаны на ремне маркировкой И также по шкивам Снимаю крышку Здесь обдуваю Под маслозавирной крышкой бывает Песок, грязь собирается И когда сдергиваем крышку Это может засыпаться в двигатель Так как мне надо будет коленвал крутить Я снимаю верхнюю часть диффузора Вот эту Здесь хомутиком держится Откушу Снимаю Воздуховод На уголок Снимаю уголок Болтом крепится на 8 Также сниму вентилятор Вытащу его Для всего этого Мне надо будет снять Для удобства Вот эту трубку антифриза Здесь я хомуты разъединил Отодвину Также вот я снял Трубку с расширительного бочка Убрал ее в сторону И снял трубку снизу Для чего? Чтоб весь антифриз не сливать Мне надо будет Вон ту трубку Черную металлическую От клапанов ИГР Охладителя Тоже убрать Чтоб туда добираться Беру, откачиваю антифриз С верхней части Вот шланг вставил В патрубок И вот Сколько смогу откачать Я откачиваю А это примерно Где-то 2,5 литра антифриза Я смогу откачать Выкачиваю Откачал через этот шланг И не 2,5 литра А откачал 5 литров Если по емкости посмотреть Вот полная канистра Вот через этот шланг Трубку засунул Выкачивал Хомут здесь и здесь Патрубок на место поставил А вот этот разъединяю Хомут снял Для таких целей Хорошо Этот инструмент использовать Специальный Поддеваю Чтобы патрубок не повредить Под краю Так подсовываем Шевелим А потом Ни в коем случае Не протыкаем А вот именно Проталкиваем Шевелим Вниз И по бокам Вытаскиваем После этого Можно уже патрубок снимать Вот он Патрубок снят Здесь Сбоку На диффузоре Снимаем Шланг И снимаем Проводку Снимаем Разъем Здесь Хомут я откусил Снял Можно верхнюю часть Диффузора Вытащить Ослабляю Хомуты Снимаю Воздуховод Головка Хомутов На 7 Воздуховод Беру Трещоточный Ключик На 8 И откручиваю Вот этот болт Он один У нас держит Уголок Притягивает Далее Снимаем Вот эту Трубку И вот этот Разъем Сниму Также Выдергиваем Вот этот Стопор И уголок Мы снимем Откручиваем Болт открутил Разъем Снял Крючком Фиксатор Вот этот Поднял В сторону Отодвинув И можно Снимать Далее Берем Рожковый Ключ На 36 Есть Специнструмент Конечно Чтобы их Откручивать Но у меня Его нет Я откручиваю Ключом Одеваю На вентилятор Вот он И Хлестким Ударом Здесь Вентилятор Откручивается По часовой Стрелке Бью Вбок Ни в коем Случае Не вниз А вбок И откручиваем Вентилятор Его достаточно Сорвать А дальше Он пойдет Здесь Одного Удара Было Достаточно Выкручиваем Его Споку С правой Стороны Разъединяем Разъем От этого Вентилятора Он мало того Что с виском Муфты Он еще И электро Все Разъединил Ну а дальше Выкручиваем Его Учение И вентилятор уже не ложен Вот так его стоя ставим Воздуховод здесь закрыл Чтобы ничего не попадало Теперь сзади беру Вот в этом месте Откручиваю Два болта Головка на 10 Сами болты М8 коротенькие Головка на 10 Я открутил Вот эта трубка У нас с клапанов ИГР идет Крючком хомуты снял Здесь патрубки разъединил Отсоединяю ее И убираю С этой и с этой стороны Крубку снял Сейчас возьму фонарик Камеру ближе Поднесу Покажу Что там надо нам еще открутить А надо нам открутить следующее Вот этот кронштейн Здесь тоже головка Прикручена Здесь еще Клипсу снять Вот эту Также вот этот кронштейн У нас проводки Он тоже хитро вымоченный Такой Его тоже надо Постараться открутить Когда я его сниму Я покажу Где он крепится Потому что Не сняв его Мы не сможем Подобраться к крышке Крышка у нас Находится Вот там В глубине Внизу Вот Ее нам надо и снять Вот если с этой стороны Посмотреть Вот я свечу На одну из защелок Крышки Их таких По-моему Защелки Три штуки Вот так вот Все это снимаем А потом Добираемся Крутим Но этого момента Я не покажу Кронштейны Потом когда сниму Уже их покажу Добыл я Крышку Я говорил Три защелки Две металлические Вот такие Защелкиваются И одна Центральная Средняя Она здесь В стерженек Направляющая Снизу у нас Три Направляющих Это потом Когда мы будем Устанавливать крышку Нам внизу Их обязательно Надо попасть Обязательно Если мы их не попадем У нас крышка Будет резонировать Бывает такое Что не одевают И она потом Там Издает Всякие Непотребные Звуки Ладно Крышку Это понятно Вытащить ее Тоже не так легко Но До того Как снять крышку С этой стороны С правой Я снял Вот здесь Вытащил Из-под трубки Шумоизоляцию Такую Для чего Вытащил У нас Вот вентиляция Картера Здесь трубка Я ее трубку снял А там Вот вентиляция Картера Я с нее Снял трубку А здесь Вот под этим Вакуумником Снизу Сбоку Болт Головка На 8 Он у нас Держит Вот эту Трубку Которая Вентиляция Идет Идет Она за крышкой Сейчас я ее покажу Он если в глубине Видите трубку Вон она Металлическая черная Это она и есть И если здесь Под этим клапаном Не открутить Болт Она вон Снизу трубка Черная Кусочек торчит Уходит вниз Болт Выкручиваем Кромстейн И у нас Трубка Отодвигается К задней стенке И мы можем Уже Вытаскивать Крышку Но и это еще Не все Перед этим Мы откручиваем И вытаскиваем Вот отсюда Вот такой кронштейн Хитро выкрученный Он крепится Вот здесь Болт Вот здесь Одевается На шпильку И прикручивается Гайкой Получается Две точки У него А дальше Все К нему крепится Проводка Кронштейны Трубки И вот его Мы выкручиваем И вытаскиваем Все В принципе Мы подобрались К ремню Сейчас Совмещаю метки Прокручиваю коленвал До чего я Вот это спереди Как раз И разбирал Чтобы мне Вон за шкив Коленвала Прокрутить Ну за Болт шкива Коленвала Прокрутить Коленвал И выставить Сзади Метки Сейчас я Камеру Подождите Подергаю Подергаю Эти Чтобы Свет взять И руку освободить Где Ну так Не получается Ладно Молчать буду Сейчас Зубами Фонарик Зажму Я показал Ремень ТНВД Его Сверху Не видно Только через фонарик Выставляю Метки И потом Ремень Я срезаю Я не выкручиваю Натяжной ролик А срезаю Ремень И только потом Выкручиваю Натяжной ролик Потому что Если с натянутым Ремнем Выкручивать Натяжной ролик Мы сорвем Последних Два-три Витка Резьбы И потом Будут проблемы С установкой Нового Ролика Какая проблема Там неудобно Резьба Будет Немножко Повреждена И закрутить Болт С новым Роликом Будет проблематично Выставил я метки И срезал я ремень Вот он Будет Ножом Ножом Взял И срезал Ремень Меняли Месть С ГРМ Ну Выработка Есть Надрывы Есть Но он бы Еще ходил И ходил Но хозяин Сказал Меняем Как положено А как положено По моему Прошел Если я не ошибаюсь То ли 125 То ли 130 тысяч И ТНВД И ГРМ Беру Новый ремешок Новый комплект ГРМ Фирмы Дейко КТБ 702 Точно такой же И до этого Стоял В комплекте Идет Ремешок Ремень Имеет Свои метки Натяжной Ролик Он идет Взведенный Вот он Сейчас тот ролик Откручиваю Вытаскиваю И когда мы Устанавливаем Вот зуб Нам обязательно Этот зуб Надо попасть В свое место Затянуть Установить ремень Убедиться Что все нормально И только потом Мы выдергиваем Чеку Не договоряем Так Вот комплект Ну здесь Инструкция Это схематично Это нам не надо Вот метки на ремне Одна метка И вторая метка Полоски Их Выставляем По шкивам Вот и На ощупь Залазим Устанавливаем И Крузим Ролик Залез Выкрутил Ролик В хорошем Состоянии Если его Протереть Помыть И положить Обратно В коробку Он уйдет Как новый Вот так Вот А вот ролик Новый Взведенный Который Надо установить Этот просто Запыленный А этот Новый Так Ну я повторюсь Штифтом Попадаем В паз Все делаем Через зеркало Этого момента Я просто Не покажу Здесь Видите Какое расстояние Всего Если посмотреть Вот ладошка Поперек Не входит Вот так Вот две Ладошки Прикручиваю Момент затяжки Ролика Здесь Головка На 10 Болт На 8 Момент затяжки По моему 25 ньютон Сейчас гляну Установил я Ролик Затянул 25 ньютон Метров Динамик Залез Неудобно Но залез Сейчас Я взял Другой фонарик Вот так Вот Наверное Смогу Показать Зеркало Вот Если посмотреть Вот Шкив Эх Все равно Не показывает Не показывает Вот Шкив ТНВД А вот Шкив Распредвала И Ролик Единственное Я еще Не выдерну Штифт Сейчас Штифт Выдергиваю И все Можно закрывать Крышку Вот так вот На ощупь Неудобно Через зеркальце Но все Делается Штифт Я Выдернул Вставляю На место Крышку И смотрим Чтобы Скобы Вот эти Не выскочили Не упали Крышку крышку я заправил теперь вставляю руками опять же все на ощупь вставляю внизу вот эти три паза и только потом сверху и и придвигаю и защелкиваете два фиксатора все здесь установил крышку поставил внизу направляющие поставил направил 3 и защелки защелку кронштейн вот он установил кронштейн крепится здесь гайка здесь болтом это я показывал здесь трубку вентиляции вот он закрепил закрепил здесь снизу закрепил здесь трубку закрепил и вот здесь внизу трубку закрепил сзади вот здесь вот вот под пальцем тоже трубку закрепил получается сейчас только остается поставить трубку игр наверху прикрутить здесь сзади вот отсюда два болта и одеть хомуты с обоих сторон и можно собирать здесь ставлю трубку креплю ее а потом начинаем уже устанавливать с этой стороны против часовой стрелки разъем сбоку в окошко выводим и подключаем и вот и и и и и и Все наживил А теперь Закручиваю до конца И потом Один легкий удар молотком Вентилятор подкрутил Вот и все Вентилятор стоит на месте Здесь до трубок ничего не достает Все нормально Ставлю верхнюю часть диффузора Маленькую Вот здесь снизу прикручиваем галтоп Головка на 8 Ну а дальше можно ставить воздуховод Верхнюю часть диффузора По трубок И заливать он кефли Защита не стоит на месте Вот здесь отверстие у меня Сделано Хоботиком закреплю Хомутик одел Проводку и трубочку здесь одел Одеваю Этот патрубок На место И одеваю Этот патрубок На место Хомуты затягиваю Все собрал Все поставил Пробку закрутил Прибор поставил Антифриз Приготовил Вакуумирую систему Сибири Сибири Игорь Игорь Желтый подошел, остановился, маленько подожду. Система держит, утечки нет. Ну, а теперь беру антифриз. Который я откачивал. Вставляю шланг. И открываю. Вот. Уровень антифриза. Понижается. Он закачивает его в систему. Тем самым система без воздушных пробок заполняется. Штука очень полезная. Каждый раз, когда пользуюсь, думаю, как же раньше я без нее справлялся. Уровень понижается, антифриз уходит. При этом раздвижение снижается. Если оно, допустим, отпускается, система еще не заполнилась, мы еще немножко вакуума подкачиваем. И вот таким образом заполняем все. Ну, вот и все. Вот и все. Вся комиссия ушла. Теперь перекрываем. И все. Оборудование снимаем. Снял. Получили пробку. Эту пробку надо сразу, в принципе, закрутить. Ставлю клемму аккумулятора на место. Ставлю клемму аккумулятора на место. Ставлю клемму. Завожу. Все работает, все двигается. Сейчас смотрю, чтобы не было подпеканий по трубке. Двигатель завелся. Значит, я выстроил все правильно. Ну, в принципе, я и по меткам выставлял. На этом замену приводного ремня ТНВД я закончил. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на Телеграм-канал и на Яндекс.Зен. Продвигайте канал, побольше лайков. Лайки помогают в продвижении. На этом все. Всего вам доброго.